Проснулся, умылся, умой свой транспорт. Чистоплотная привычка из детства, для них ежедневный труд. А в городской месяц чистоты тем более. В Северном трамвайном депо перед выходом в рейс в день моют порядка 40 трамваев. Ближе к лету откроется еще и уличная мойка. Чистят тщательно и механическими щетками, и вручную. Есть определенная норма. Все это сделано для того, чтобы обеспечить качественное обслуживание пассажиров города, чтобы им было просто приятно ездить в наших трамваях. Чистота поднимает и настроение, и престиж, уверяют сотрудники ТТУ. Водители трамваев, пользуясь случаем, призывают пассажиров ценить труд и порядок. В чистом вагоне вообще лучше работать. Ты вообще в чистоте жить лучше, чем в мусоре. Ну и для пассажиров, как же горожане заходят в такой славный город, а у нас грязь. Нет. Чистота – это очень важно. В том числе и для водителей. Разруха не в клозетах, а в головах, как говорил профессор Преображенский. Чтобы порядок был вокруг, прежде всего надо начинать с себя. Такого же мнения придерживаются самарские пешеходы и автолюбители. Есть единицы, у которых в любую погоду машины идеальные. А в основном, конечно, грязные. И нужно, чтобы не были. Сейчас тогда приезжают, полежат, тоже смотрели, что идут пешеходы, обращали внимание. Вы знаете, я сама водитель, но бывают такие обстоятельства, когда не всегда сможешь вовремя помыть машину. Это зависит, наверное, от хозяина. Какой хозяин, такая и машина. Присоединиться к генеральной уборке города все неравнодушные жители Самары смогут 11 апреля на Гагаринском субботнике. А через неделю, 18 апреля, в столице региона пройдет общегородской субботник. Марина Кравцова, Анастасия Зубарева, Максим Гусев. События. Субтитры создавал DimaTorzok